Здравствуйте! В эфире новости культуры в студии Олеся Калиниченко. Победный май продолжается. Практически все культурные события в этом месяце так или иначе связаны с праздником Великой Победы. Стараниями Совета старейшин хакасского народа, правительства республики и Министерства культуры специально к этой дате в республике открыли уникальный мемориальный комплекс «Поклонная гора» на Самохвале. Решение о создании комплекса было принято в 2012 году. С инициативой выступил Совет старейшин хакасии. Власти республики идею поддержали. За два года южный склон на горе Самохвал преобразился. Здесь появились каменные аллеи и площадь скорби, где будут проводиться митинги и хакасские национальные обряды. На священной горе обустроен вот этот мемориальный комплекс, который будет, я надеюсь, любимым местом для отдыха и горожан, и гостей города, и туристов, которые приезжают в хакасию. Потому что прекрасный обзор всего города с этой горы, ну и замечательное место на самом деле. Мемориальный комплекс задумывался как место, где можно вспомнить не только воинов, погибших в Великой Отечественной, но и всех защитников нашей малой родины, начиная с древних времен. Главным украшением поклонной горы стали скульптуры воинов. Автор произведений – наш художник и музыкант Вячеслав Кученов. Встречает гостей поклонной горы древний воин. У скульптора получилось создать образ настоящего богатыря. На вершине мемориала установлен памятник солдату Великой Отечественной. Вячеслав Кученов постарался уйти от стереотипов и черпал вдохновение в античной культуре. Скульптора московские оценили. Наконец-то мы видим скульптора, а не колымщика. Обычно приезжают, под колымит, быстро слепят с фотографией. И вроде все отечественной войны, а скульптуры нет. Мы даже не могли представить, что можно провести такую параллель. Советского солдата сравните именно с воином Римской империи. Еще когда мемориал не был достроен, сюда уже приходили люди и приносили цветы. Рядом гора любви, беседка младоженов связана с мемориальным комплексом удобной лестницей. Поклонная гора, безусловно, стала культурной достопримечательностью столицы республики. 16 мая прошла всероссийская акция «Ночь музеев». В год 70-летия Великой Победы эта тема объединила все музейное пространство страны. В республиканской столице вечер победы прошел в Национальном краеведческом музее. В этом году коротать бессонную ночь сотрудникам помогали актеры русского драматического театра, артисты Хакасской республиканской филармонии и библиотекари. Вечер Победы – так назвали эту музейную ночь. Чтобы настроить посетителей на нужный лад, программа началась прямо на улице. Танцы, песни, костюмы – все соответствовало той далекой весне 45-го года. Национальный музей в ночь на 16 мая посетили около тысячи человек. Многие пришли целыми семьями и не ошиблись. Свою экспозицию, экскурсию или мастер-класс нашел каждый посетитель. Есть такой стереотип, что музей – это что-то такое, может быть, застойное какое-то явление. Вот там экспозиции построили, и они годами у нас стоят. И, наверное, на таких мероприятиях как раз наш посетитель отметает это представление и знает, что музей живет, он интересен. Здесь предлагается много разнообразных программ для разной категории посетителей. У пришедших на ночь музеев была одна проблема – как успеть, все посмотреть и везде поучаствовать. Только для детей было организовано около 20 мастер-классов. К гончарному кругу выстроилась целая очередь. Небывалый интерес, особенно у мальчишек, вызвали бумажные модели военной техники. Пока защитники Отечества лепили картонные танки, девочки вместе с мамами мастерили куклу военных лет. Я думаю, что традиция идет, конечно, из глубины веков, но все-таки, допустим, в деревне ребятишки, они так и делают игрушки. Даже вот сейчас проходят мимо и говорят, ну и мы такие делали в детстве. То есть оно как бы никуда не девается. Мы в свое время тоже играли в такие игрушки. Детям тоже интересно, когда ходят, делают, интересуются. Особенно тесно было в зале живой природы. Здесь проходила семейная игра-бродилка «Животные на войне». Посетителей подкупила новизна темы. Оказывается, братья наши меньшие внесли неоценимый вклад в победу. И речь идет не только о собаках и лошадях. День победы приближали и северные олени, и верблюды. Одну пушку тянули шесть лошадей, представляете? А вот лошадей не стало и некому. И тогда придумали верблюда. И верблюды помогали в годы войны и дошли до Берлина. И удивительно там то, что они дошли до Берлина, и там есть такая притча о Мише и Маше. Вот эти два верблюда, они остались до старости там в Берлине, были в зоопарке. И, кстати, радовали всех посетить. На фоне картин военных художников, артист драматического театра Игорь Герман представил моноспектакль «Не забудут народы, кто истинный был герой». После зрителям предложили поучаствовать в музейной игре «Курс молодого бойца». Подростки разбирали, собирали автомат Калашникова, учились оказывать медицинскую помощь, примеряли противогазы и под присмотром отцов наматывали портянки. Она неправильная, потому что портянка, она узкая, она шире должна быть. Да, она узенькая. Тематическая ночь посвящена 70-летию войны. Заметно оживление, ну, довольно много народу на Западе пытаются Россию как бы изолировать, что никак мы не причастны к победе, а мы же об этом должны помнить, обязаны не забывать. Ночь музеев была придумана европейскими коллегами, но уже прочно прижилась и на территории России. Ежегодно к акции присоединяется все большее количество музеев. В Хакасии в этом году впервые свои двери в ночное время открыли музеи под открытым небом «Уйсос» и «Казановка». Всероссийский виртуальный концертный зал – знаковый проект Министерства культуры Российской Федерации. Хакасия – один из первых регионов, который присоединился к данному проекту. Его суть проста. Благодаря специальным оборудованным залам зрители даже в самых отдаленных уголках России могут в реальном времени слушать выступления лучших музыкантов мира. 7 мая в Московской государственной филармонии прошел концерт, посвященный 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Прямую трансляцию этого выступления в Абакане принимал Большой зал Республиканской филармонии. В Москве час дня, в Абакане пять вечера. И москвичи и жители столицы Хакасии пришли на один и тот же концерт. Послушать виртуозного пианиста Дениса Мацуева и симфонический оркестр под управлением маэстро Валерия Гергиева. Я, знаете, слышал в интервью у Гергиева, что вот он вот такую вещь, такой проект пытается сделать. И видел на Первом канале новосибирцев, которые точно так же в режиме онлайн Мариинку смотрели. Ну и как бы очень удивился, что у нас вдруг. Да, ну и Мацуев, Гергиев, в общем-то, ну где их еще увидишь и услышишь. Ты же лучший музыкант из земли. Проект Всероссийский виртуальный концертный зал объединил Сургут и Иркутск, Белгород и Хабаровск, Улан-Удэ и Пермь в единое концертное филармоническое пространство. Благодаря Министерству культуры Хакасии к данному проекту присоединился и Абакан. Виртуальный зал – это возможность прикоснуться в реальном времени к тем процессам, процессам музыкальным, которые происходят в главных залах нашей страны и не только страны. То есть сейчас пока вот у нас идут трансляции тех концертов, которые передает Московская филармония, но круг этот со временем будет непременно расширен. И даже планируется, что это не только будет в Абакане, но и будет еще в других территориях республики. Проект «Виртуальный концертный зал» в республике только набирает обороты. Зритель знакомится с новым, немного осторожничает, поэтому пока зал не полон. Те, кто уже побывали на подобных концертах, сделали свои выводы и намерены по возможности не пропускать такие музыкальные телемосты. Интернет в домашних условиях никак не заменит, потому что я уже была на первом концерте. Здесь большой экран, хороший звук и полное ощущение присутствия на этом концерте. Ну вот я просто вот в восторге от того, что вообще появился вот такой проект в России. Для того и существуют концертные залы, чтобы как-то приобщаться и слушать вместе, и потом обменяться мнениями по поводу этого концерта, по поводу исполнителей этого известного. Поэтому вы здесь. Да, поэтому вы здесь. К проекту «Виртуальный концертный зал» присоединились сегодня более трех десятков регионов России. Знаковые концерты, которые проходят на сцене Московской филармонии, одновременно могут слушать тысячи зрителей по всей стране. Правда, для этого столичным музыкантам придется слегка перестроить график выступлений. Ведь обычно концерты – это вечерние мероприятия, но когда в Москве вечер, в Абакане уже ближе к полуночи. Но знаменитые музыканты говорят, что ради масштабной всероссийской аудитории готовы выступить и пораньше. 24 мая Россия отмечает День славянской письменности и культуры. Впервые в этом году он пройдет по единому общероссийскому сценарию и начнется одновременно во всех регионах в 12 часов по московскому времени. В Абакане празднование начнется с крестного хода. В 15.20 он пройдет по проспекту Ленина от Знаменского храма. Завершится ход на Первомайской площади. Затем начнется праздничный концерт. Его уникальность в том, что репертуар будет един для всех субъектов Российской Федерации. Все желающие смогут стать активными участниками праздника и присоединиться к хористам. Организаторы Хакасско-Республиканская филармония подготовила буклеты с текстами песен, которые вошли в концертную программу. Ожидается, что зрительский хор вольется в общий исполнительский коллектив. Подпевать большого труда не составит. Многие песни хорошо знакомы и взрослым, и детям. Например, «Предкрасная далека», «Пусть всегда будет солнце», «День победы». Напомню, праздник пройдет в воскресенье 24 мая, начало в 16 часов. На этом пока все. Следующий выпуск программы «Культура Хакассии» смотрите 3 июня. Спасибо за внимание. До встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!